Субтитры делал DimaTorzok Надеюсь, что никаких проблем у меня не возникнет. Ну а начать я бы хотела с комментариев, оставленных под предыдущим видеороликом с разбором новой школы волшебниц. Мне очень понравилось анализировать новый фэндом, и я обязательно буду снимать продолжение. Рокси и Агрон. Парочка, которая появилась уже довольно-таки давно, а именно с выходом 4 сезона. Надеюсь, что я не ошиблась с датой и скажу, что это был 2009 год. В первой серии 4 сезона перед нами появляются новые герои, чей портрет в тайной библиотеке открывает Блум. Девушка заходит слишком далеко и, как мне всегда казалось, выпускает магов из картины. Иначе где они были все это время? Ходите ли вы теорию о том, где блуждали маги Черного Круга и почему они раньше не напали на фей? Обязательно напишите об этом в комментариях. Перед нами открываются новые загадочные волшебники вселенной Винкс, и, конечно же, лидеры группы предстают поистине красивым персонажем. История Агрона достаточно интересна, и я думаю, что вы будете не против, если я посвящу вас в курс дела. Во время войны против земных фей Агрон вместе с Гантусом, Анаганом и Думаном промышляли под руководством Элидиса, мага Иллюзий, который на тот момент являлся лидером Черного Круга. Агрон всегда мечтал возглавить группировку магов и свергнуть своего предводителя, однако долго думать тому не пришлось, и Элидис был повержен, и Агрон успешно перехватил управление командой путем предательства. Рассматривая такую фигуру как Агрон, я постоянно задавалась вопросом о том, как такой мрачный мерзкий тип мог сойтись в мечтах поклонников с Рокси, невинной девочкой, которая совсем ничего не смыслила в магии и силах. Но начнем мы по порядку, а именно со встречи, после которой, как я думаю, и появился данный пейринг. Девушка Рокси совершенно не хотела принимать то, что она является феей. Волшебницы Винкс всячески пытались уговорить ее поверить, однако Рокси оказывала сопротивление. В конечном итоге и вовсе угодила в руки к темным магам. Попав на закрытую стройку, девушка встретила группу мужчин, один из которых обратился к ней и спросил, не нужна ли ей помощь. Рокси думала, что это очередные бандиты и попыталась отказаться, но не получилось. А потом маги призвали энергию Черного Круга и все завертелось. С первым же появлением Винкс на горизонте, Агрон схватил девушку и не хотел ее отпускать. А когда начался бой, он все-таки решил оставить ее в покое. И мне вот интересно, если Агрону и магам нужна была именно Рокси, то почему он просто не телепортировался куда-то в другое место, когда добыча была у него в руках? Почему? Или так делают только Трикс? А, другим просто не дано. Данный пэринг и мне самой очень нравится, поскольку он напоминает мне Блума Валтера. Опять же, главный злодей и хорошенькая девочка. Однако у Рокси и Агрона и есть несколько хорошеньких но. На протяжении всего мультсериала, как я считаю, Агрон был показан мерзким типом, которого интересуют лишь магия, а не дела и проблемы другого человека. И если Валтер нам открывался как герой с темным и тяжелым прошлым, и если нам открывалась его связь с Блум, то у Рокси и Агрона этого просто нет. Хотя Агрон заинтересован в фее животных. Любители данной пары сейчас мне зададут вопрос, но почему? Ведь они идеально смотрятся вместе. И я отвечу вам, да, конечно. Но лично мое мнение такое. Я бы хотела увидеть больше интригующих сцен с персонажами, для составления какого-никакого шиперского мнения. Пэринг активный и очень старенький, но даже сейчас он волнует сердечки большинства поклонников Винкс. В мультсериале нам показывали сцены, которые могли бы быть неправильно поняты многими, но для некоторых, как и для меня, вся история Рокси и Агрона могла бы показаться как неприязнь друг к другу, вследствие чего возникает искра. Вспомните, ведь вы наверняка смотрели какие-то сериалы или фильмы, в которых главный герой или героиня поначалу нетерпима к своему партнеру, а потом их история заворачивается. Тут же мы получили пару, в которой различаются возраст, вкусы, понятия и рвение. Собственно, типичная среда развития персонажей в мультсериале Винкс. Радуга давно нам дала понять, что негативные персонажи и положительные – это плохое сочетание. Предпосылок на официальных ресурсах по типу канала Винкс Клаб Инглиш или же других не было, а жаль. Я бы хотела посмотреть на такое фанатское видео от авторов, находящихся под контролем Радуги. Но, как говорится, если Гарани идет к Магомеду, то он сам придет к ней в гости. И сейчас я имею в виду именно фанатские видеоролики, коих оказалось очень много. Поклонников Рокси и Агрона действительно много, и я была приятно удивлена, когда заметила парочку роликов об этой паре, вышедших относительно недавно. Проанализировав социальные сети, я поняла, что групп по пейрингу мало, но все-таки они существуют. И если вы знакомы с прекрасными сообществами, которые наполнены именно вашими любимыми ОТП, то обязательно отправляйте мне их ссылочки в моей группе ВКонтакте, а информацию о ней вы сможете найти внизу в описании. Что же касается Инстаграма, то там все очень весело. Существует множество аккаунтов, как Рокси, так и Агрона, которые периодически публикуют совместные арты. Ну, или же как это называется, совместное фото в лифте. Шучу. Но в целом могу сказать, что аудитория у пейринга есть, и она не маленькая. Среди лумщиков я насчитала более 50 человек из тех, кто отписался в постах в сообществе YouTube. И это только на момент написания сценария к данному ролику. И я действительно рада, что вы проявляете активность и делитесь своим мнением. Ну, а сейчас мы переходим именно к нему. Как и в прошлых анализах, я не смогла прийти к чему-то одному, поскольку мнения всегда разнятся. Кто-то любит данный пейринг, кто-то нет. Другие же нейтральны ко всему. И сейчас вы можете наблюдать за комментариями людей, которые оставляли их под постом в сообществе YouTube. Я узнала для себя много нового, а именно, почему всем так нравится данный шип и почему Рокси и Агрон. Вы невероятные и всегда круто излагаете свои мысли. Я до сих пор читаю ваши комментарии и удивляюсь вашей фантазии. Так держать. Самое сильное замечание в сторону пары Рокси и Агрон, которое я зачитывала, склонялась к тому, что Агрон по своей натуре очень груб и никогда бы не позволил проявить к себе заботу со стороны феи. Кто-то говорил о том, что Агрон будто знает Рокси и понимает, за какие ниточки нужно тянуть, чтобы причинить ей боль. Знаете, некоторые даже хотели бы видеть Рокси под заклятием Агрона в темной версии, а ведь это действительно круто. Многие говорили о том, что Агрон любит причинять боль, а Рокси и вовсе является его противоположностью. Но, как я вам уже и говорила, противоположности притягиваются. Так и в этом случае мы не будем портить мечты шиперов, а лишь поддержим мнение каждого. А теперь я вставлю свои пять копеек. Пэринг Рокси и Агрон один из тех УТП, которое возникло неизвестно как, поскольку открытых предпосылок в мультсериале мы не получили. Каждый понял сцены с Агроном и Рокси по-своему. Именно от этого начали зарождаться идеи того, что персонажи могли бы сойтись или же навсегда остаться врагами. Я лишь хочу в очередной раз сказать то, что каждый человек волен выбирать и высказывать свое мнение на тот или иной счет. Кому-то пара нравится, кому-то нет. В любом случае, это не повод прекращать любить мультсериал. Я довольна тем, что знакома с таким пэрингом, да и вообще с мультсериалом. Ведь в каждой серии мы узнаем что-то новенькое и интересное, а также получаем большое количество сюжетных дыр. Но сейчас не о них. Я искренне благодарю вас за комментарии под постами, коих набралось очень много. Оставайтесь такими же активными и позитивными. Всем удачи, всем пока. С вами была я, Элумика. И я очень надеюсь на то, что видео получилось хорошим. Пока-пока, ребят. Нью-нью, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok